МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто получил всенародное признание? От номера службы спасения до первой медицинской помощи в городе масштабно прошел единый день безопасности. Нельзя детям играть со спичкой. Кто принял участие? Облачно с прояснениями синоптики рассказали о погоде на пятницу. С ночи до утра страну окутает туман. Чего еще ждать от небесной канцелярии? А также обновленные данные, день танкиста и дары природы, где развернутся сельскохозяйственные ярмарки. Осень. Время подводить итоги отпускного сезона. Всенародную любовь летом 2020 получил туристический комплекс в Бавруйском районе «Наше место». Здесь есть все зона отдыха, детская и торговая площадки. Максим Кембель знает, где проведет следующий отпуск. Песчаный карьер для промышленных целей. Не самая чистая территория и место поплавать для отчаянных смельчаков. Согласитесь, картина не живописная. Но это в прошлом. Апгрейд в 2016-м позволил превратить захудалое местечко в современный туристический комплекс. Не прошло и года, как его признали лучшим в стране 2020-й. И вновь повторение успеха. Мы очень рады, что на таком высоком уровне оценили наши старания. Будем только развиваться, расширяться, делать все для людей. Наше место – мультибаза для отдыха. На небольшой территории детский пляж, почти две сотни шезлонгов, беседки, бар с прохладителями и напитками. Сополняемость комплекса в летний период до тысячи посетителей за день. Для любителей активного отдыха обустроена волейбольная площадка, батут и даже боксерская груша. Руководство туркомплекса признается – это не предел. В перспективе – летнее кафе с живой музыкой, аквафитнес и работа аниматоров для детей. Поставить домики для отдыха населения в плане сутки можно будет отдыхать. Где-то рыбаки приедут, переночуют. Они будут с утеплением, там, возможно, какой-то камин будет стоять. Может быть, даже какой-то большой дом построим, типа усадьбы, караоке, еще что-то. Окончание летнего периода «Не время отдыхать» резюмирует директор. Уже сейчас пора готовиться к новому сезону. Максим Кемель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Напомнить детям правила безопасности и подготовить их к любым ЧП. Главная задача взрослых. Вот и все службы объединили свои силы, чтобы научить ребят поведению в условиях чрезвычайной ситуации, аварии и оказанию первой медицинской помощи. Наши корреспонденты тоже знают, куда звонить в случае чего. Во Дворце искусств прошла театрализованная игровая программа «Не шути с огнем» в рамках республиканской профилактической акции в Центре внимания «Дети» и «Единого дня безопасности». К МЧС присоединились госавтоинспекция, департамент охраны, газовая служба, союз молодежи и Красный крест. У всех своя интерактивная площадка, где можно было пообщаться с сотрудниками органов и служб. Мы здесь с детьми одеваемся в боевую форму спасателей, настоящую, в котором спасатели выезжают на пожар. Для детей это интересно, как минимум, и в то же время соревновательный процесс в таком хорошем, веселом настроении проходит. Здесь мы детям показываем оборудование, с помощью которого можно вызывать экстренную милицию, если вдруг дети остаются дома. Также есть возможность примерить специальные средства. Это бронежилет, защитную каску, также оружие, это автомат и пистолет посмотреть. Дети могли поиграть в игры, поучаствовать в викторинах. В такой легкой, непринужденной форме повторить правила безопасности. Нельзя детям играть со спичками, когда они остаются дома. Больше всего понравилось это МЧС. Там потому что нужно, ну то есть умение еще как одеваться, и всякая там трудная очень одежда, очень тяжелая. Может пожарным думаешь стать? Ну вот подумать-то надо об этом. Если случился пожар, то надо сообщить взрослым, если взрослых нету, надо убегать с квартиры и звонить в 112. Программа завершилась награждением участников в конкурсе комиксов и выступлением музыкального коллектива «Файрбенд». Второй этап республиканской акции проходил с 1 по 10 сентября в учреждениях образования на предприятиях и организациях. Спасатели провели с ребятами тематические уроки безопасности, инструктажи и родительские собрания. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В Бобруйске отметят День танкиста. Праздник развернется в Киселевичах. Возложение пройдет в субботу у мемориала боевой славы. Начало в 12 часов. В программе концерт, площадка учреждений здравоохранения, аквагрим, лазертак и катание на лошадях. Для самых маленьких будет работать городок и батут. День танковых войск в Беларуси в этом году отметят 13 сентября. Льготное субсидирование, время жатвы и экотранспорт на дорогах. 30 автобусов в Беларуси могут стать электро. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. На Беларе завершились стресс-тесты. По результатам испытаний подготовлен национальный план действий для безопасной работы станции. Специалисты изучили устойчивость объекта к природным катаклизмам и даже к падению самолета. За процессом регулярно следили международные эксперты и представители экологических организаций. Беларусьбанк приостановил выдачу кредитов на жилье с использованием субсидий по 240 указу. Ее могут получить в том числе и многодетные. Когда операция возобновится, пока неизвестно. При этом по-прежнему доступны льготы по указу номер 13, а также кредиты на недвижимость по системе стройсбережений. Белавия продлила приостановку рейсов в Ригу, Ларнаку, Ашхабад и все пункты Грузии по 30 сентября. В Россию авиакомпания тоже не будет летать до конца месяца. Оборонеж, Казань и Нижний Новгород до 24 октября. Вернуть деньги или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021. В Беларуси к 2025-му треть городского транспорта может стать электром. Сначала экоавтобусы будут курсировать по Минску и областным городам. Затем появятся в населенных пунктах, где проживают более 100 тысяч человек. Такую задачу заложат в госпрограмму развития транспортного комплекса на пятилетку. Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен более чем на 95%. Намолочено почти 8 миллионов тонн. Зерновые и зернобобовые убраны с площади более 2 миллионов гектаров. Продолжается уборка гречихи и проса. Яровой рапс собран на половине площадей. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением на болевшие проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бавруск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В стране выздоровели выписанные из больниц 72 203 пациента, которые переболели коронавирусом. Зафиксировано более 73 тысяч человек с подтвержденным COVID-19. Лаборатории обработали свыше 1 миллиона 618 тысяч тестов. Такие данные приводит Минздрав. 100 добровольцев из Беларуси примут участие в клинических испытаниях российской вакцины «Спутник В». Это будут люди от 18 до 60, которые не болели COVID-19. Главное требование – отсутствие хронических заболеваний и переносимость компонентов вакцины. Ученые ожидают, что после прививки иммунитет против коронавируса выработается на два года. Если все испытания завершатся успешно, то Беларусь станет одной из первых стран, которая получит препарат для массовой вакцинации от COVID-19. Накануне в России стартовала третья фаза клинических исследований. Свежая выпечка и мед, овощи, фрукты и рыба сезонной ярмарки продолжат свою работу. Торговые ряды на проезжей части вдоль Горького 41 будут работать каждую субботу с 19 сентября до 7 ноября. По воскресеньям с 20 сентября по 1 ноября палатки расположатся на рынке «Автострой Пестиж» на Минской. Такой же график работы у рядов на садоводческом рынке Надержинского и Карла Маркса. В этом году уличная торговля проходит с нововведениями. Продавцы надевают защитные маски и перчатки. Для покупателей стоят антисептики. На прилавках будет представлен полный ассортимент сельхозпродукции. От фруктов и овощей нового сезона до мяса, рыбы и саженцев. Осень полностью вступила в свои права. Сегодня утром светило солнце. Ближе к обеду небо накрыли тучи, прошел дождь. Столбик термометра поднялся до плюс 17. Надолго ли тренд Анастасия Пахлёстова. Завтра небо над страной затянут облака. Дождь не прогнозируется. Слабый ветер подует с запада. Иногда будет разгоняться до умеренного. Ночью похолодает до плюс 10. Днем столбик термометра покажет 20 градусов тепла. С ночи до утра страну окутает туман. На дорогах ухудшится видимость. Водителям стоит быть внимательными и обязательно включить противотуманные фары. Апокалиптические кадры приходят из США. Этой ночью небо окрасилось насыщенно оранжевый цвет, а кое-где и вовсе в багрово красный. Наблюдали необычные явления жители Сан-Франциско и Окленда. Но, пожалуй, самые впечатляющие кадры из Орегона. Всему виной лесные пожары, которые бушуют сразу в нескольких регионах Калифорнии. Частицы пепла рассеивают голубой свет. Отсюда такое явление. Лесные пожары в штате унесли жизни 11 человек. Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до отметки в плюс 18. С наступлением темноты похолодает до плюс 10. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!